Восьмой канал в апреле этого года отметил свое пятилетие. Это самая молодая телестудия, которую можно считать серьезным конкурентом ОТВ Прим и ВГТРК Владивосток. Рост популярности, а восьмерку в сети интернет и в кабеле смотрит без малого 2 миллиона человек, начался в непростое время. Регулярные жалобы пользователей стали причиной отказа от работы с одним из провайдеров компании подряд. Пришлось срочно налаживать онлайн-вещание в сети интернет, расширять количество провайдеров. Сегодня восьмой канал в пакетах Ростелекома, Владлинка и Альянса. Зато теперь меньше нервных звонков о некачественной работе подряда. отношения. Это была некачественная техническая поддержка и некачественный сигнал. Региональное телевидение, считает Андрей Калачинский, сегодня на распутье. Зритель меняет предпочтения. На смену журналистам приходят блогеры со смартфонами. Люди хотят избирательно получать интересный, содержательный и качественный контент. Ирина Кельневая с ним согласна. Говорит, идет замещение кнопки телеканала на более удобные и доступные цифровые и мобильные устройства. И телевизионщикам в борьбе за зрителя нужно делать смелые шаги вперед. Быстрый рост подписки и просмотров восьмого канала в YouTube, уверена она, это подтверждает. 13 миллионов просмотров всего за два года, поэтому «восьмерка» продолжает двигаться в сторону социальных сетей. По городу Владивостоку целенаправленно работает восьмой канал. То есть на самом деле... Вы и так есть городской канал, прежде всего? Да. Зритель Владивостока, если он не смотрит восьмой канал, то он очень многого недополучает. Это просто вам скажу, как так же гражданин и житель Владивостока. Потому что узнать, где перекрываются дороги, какие ближайшие культурные события, какие происшествия, какие тенденции. Ну, те же самые люди дают напрямую видеокартинку с места событий. То есть это все восьмой канал. Общественному телевидению «Приморья» в этом году исполнилось 20 лет. ВГТРК 63 года. Но все в поиске новых методик. ОТВ «Прим» пережил как падение, так и взлеты, рассказывает главный редактор общественного телевидения «Приморья» Олеся Исевич. Канал идет на прямой диалог со зрителями, осваивает социальные сети. Олеся Исевич уверена, инициатива аудитории поможет создать идеальное телевидение. Мы проводили опрос, что люди хотят видеть в эфире. Понятно, что там начинается ротация. Люди начинают другие предлагать какие-то решения, не только то, что ты их спрашиваешь. Но мы сейчас ввели вообще интерактив по всему эфиру. Мы даже сейчас гостей вызовем в программы просто телезрителей, которые хотели бы приехать из края, поучаствовать в любом проекте. Но понятно, что та аудитория, которая готова высказываться, что должно быть в эфире, это не Инстаграм и даже не Фейсбук и неодноклассники. Новое имя на телевизионном небосклоне Приморья – канал «Восток-24». Вещать он начал совсем недавно и только собирает свою зрительскую аудиторию. О новом телеканале по телефону рассказал его шеф-редактор Максим Бардаков. Наш округ очень разношерстный, большой, разные в плане культуры, разные социокультурные особенности у жителей нашего региона. Потому что в Приморье живут люди с одним менталитетом, в Якутии с другим. И, разумеется, создание подобного канала – это наша стратегия, наше планирование. Мы к этому долго шли, мы понимали и важность, необходимость создания такого канала, который объединил информационное пространство отдельно взятого региона. Привлечь внимание зрительской аудитории, уверены журналисты, можно только честностью. Идеология, считают они, людей только раздражает. Поэтому любую новость по-прежнему надо рассказывать, объективно приводя все точки зрения. Эту тенденцию временем не изменить. Светлана Садовая, Станислав Лазебный, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом.